мишенька привет родной обнимаю тебя здравствуй я тебе обещаю что перебивать тебя не буду буду только слушать показать своего ангела велосипедиста во первых во вторых хочу тебе изначально спросить вот о чем вот эта идея что когда я попросил тебя по способам трис изобрести как сделать так чтобы больше подростков заходила к нам на канал чтобы школу чек будущего больше молодых людей заходила ты сказал надо чтобы эта идея возникла как бы у них у самих у людей а не предлагать им это сделать найдите канал пригласите туда подростков и надо чтобы эта идея как бы у них зародилась тогда они в лепешку расшибутся но это я уже добавляю потому что вспомнил фильм 17 мг весны там было такое что какой-то там офицер ну стилис рассказывает своих размышлениях что но он какие-то там идеи там подавали этот офицер там генерал какой-то он значит потом их выдавал за свои через некоторое время но возможно я так думаю что он на самом деле он их слышал потом забывал а потом они у него возникали и он тогда их действительно выдавал как и у меня тоже бывает я прочитал книжку толстого допустим она коленина а потом через несколько лет у меня возникло вот это ощущение что когда человек косит траву там левин у него косил траву почему он чувствовал себя счастливым потому что он в ритм попал в ритм попал ну поражение у нас есть косить траву в методе ключ другое упражнение там плавать третье упражнение волейбол играть и человек перебирает эти действия и попадает в резонансное действие ну вот у меня же потом эта идея появилась а на самом деле я ее прочитал тогда правда толстой там не говорил что он попадает в ритм поэтому не это получается он же не сдался на гимнастики ну вот я тебе так долго задаю вопрос но суть такая как сделать так чтобы по методикам 3s ты же изобретатель придумать чтобы действительно родители друзья педагоги подростков больше приглашали в нашу школу чек будущего homo futurus потому что это именно для того чтобы они лучше сдавали экзамены лучше соревновались лучше налаживали личные отношения лучше осваивали профессии достигали своих целей мечты это для них нужно я закончу шелленберг наташа подсказывает да шелленберг табаков там играл да он им так манипулировал он им так манипулировал да так мишенька я тебя слушал того что мы манипулируем четырьмя буквами 3s это теория решения изобретательских задач значит ну кого кто заинтересуется я понимаю там за 10-15 минут трудно это дело изложить значит есть российская ассоциация 3 есть сайт ратри можно зайти через интернет и найти есть еще три со всех сторон и вот там можно посмотреть тематика который вас интересует я между сушить и мы разговариваем потенциально да может быть там посмотреть теперь возвращаюсь к тому о чем ты говорил значит 3 есть такое один из инструментов 3 это идеальный конечный результат и к.р. промылировать к его есть система сама себя доводит до нужного состояния то есть молодые люди сами составе есть предельный к.р. система сама со страшной силой доводит себя до нужного состояния молодой человек или ребенок сам со страшной силой начинает заниматься тем что ты считаешь нужным для него причем он делает сам выбирает надо подвести его к этому подводку сейчас приведу еще пример вот когда обучаются на семинарах слушатели да даешь ему инструментарий ты мне ничего не стоит решить его задачу ставится но и ставится задача для меня для него он должен сам вот когда он сам попробует вот этот инструментом почувствовать прелесть этого процесса и это будет открыть и он сам его сделал он сам сотворил родил что-то мыслить и так далее в руках но и как угодно в любой форме это может отражаться но это его детище роды и произошли успешно дальше нужно выращивать вот это вот он укладывает с удовольствием массу сил желания и стремление так далее что свое действие детище вырастить чтобы она выросла чтобы она взлетела если по освещение полета вот это вот это та самая самая то есть слушатели вберя инструменты приезд начинает освещать получать инструментарий ты делаешь принципе тоже самое только другие ресурсы да и я убежал вперед для реализации идеального конечного результаты и к р используется ресурсы ресурсы могут быть самого ребенка ресурсы могут быть составных частей чего он состоит есть определенным значит интересы определенные качества есть можно использовать эти и качества того же самого ребенка ученика молодого человека и так далее дальше здесь ресурсы внешней системы есть ресурсы над системы тот что снаружи есть ресурсы соседних систем ну вот приведу пример допустим в школе что делают слабого ученика сажают сильным учеником используется ресурсы сильного ученика чтобы он поверил слабый поверил свои силы возможно чем для хуже он воспринял вот этот инструментарий который владеет сильный и таким образом один вытягивает другого за счет причем тут получается как там анекдоты десятый раз объясняю сам наконец понял они не понимают когда сильный объясняет слабого он лучше понимает то о чем они занимают то о чем идет раздавал вот это называется идеальный конечный результат ЭКР может быть на разных уровнях вот ЭКР на уровне целиком человека на уровне его определенных качеств можно использовать сможет сочетать эти качества что-то и делает своих приемов берутся разные упражнения я это могу назвать качество определенное а дальше мы смотрим какие упражнения согласованы созвучны с организмом человека который выполняет если говорить на этих артах и происходит резонансные явления особенность резонанс явлений минимальные энергетические затраты при достижении максимальной как так 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 вот 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 у нас тоже вот когда человек по методу ключ по критерию максимальной простоты и комфортности подбирает себе упражнения резонансные для себя действия которые действительно не требуют от него никаких энергозатрат они так простые ну как примерять ботинки в магазине чтобы они жали чтобы они жали чтобы потом легко в них ходить было и на самом деле сам процесс перебора развивает у него творческое мышление креативное мышление изобретательскую способность что можно добавить к этому перебору значит и может быть это это может делать между на проф ошибок это попробовать попробовать и так далее можно делать направленный то есть теория решения изобретательской задачи это направленный поиск на нас поиск вот это вот ассоциации одного созвучия если вы на твоем языке где будет гармония происходить используясь вот этот прием ключа ну да он так и делает он прислушивается к подсказкам тела он берет классический вариант например хлест или лыжник или шалтай болтай думает о чем думается переживает о чем переживается в этот момент ему захотелось потрястись он потрясся то есть он делает то что синхронное его состояние то есть резонансно он сам слышит подсказки организма и у него развивается открывается нервномышленные зажимы сбрасываются стресс сбрасывается он выходит на творческое состояние почему потому что оказывается человека все время в какой-то задействованности находится у него все время какой-то стресс все время какое-то противоречие самим собой из тем с чем он занимается потому что уже не всегда занимается тем что он хочет он вынужден заниматься тем что он должен исполнять какую-то функцию и там возникает противоречие а тут он сбрасывает это противоречие выходит на состояние обнуление ноша груза сбросилась и теперь энергия мозга тратится не на выживание освободилась энергия это свободная энергия нужна для творчества вот она в чем дело почему человек не не каждый человек каждую секунду не изобретатель и не творец потому что он тратит свою мозговую энергию на выживание потому что он стрессе вот он снял стресс и у него пошло уже творческое состояние потому что она в нем внутри есть человек по природе творец снимать блоки снимает убираются страхи убираются блок блоки рассказано психологическая инерция до убирается психологической инерции штампы стереотипы правильная какая-то техническая задача то есть это называется профессиональный кретинизм трудно уйти из своей области тогда чтобы убрать вот это мышление когда рассматривается какая-то система техническая то называется штуковина и дальше идет анализ этой штуковины ты мне скажи мишенька как же нам способом по 3 изобрести изобрести способ чтобы подростки стали смотреть нашу школу человек будущего потому что там дается приемы именно для них чтобы они на соревновании бой выиграли чтобы они экзамен сдали лучше чтобы они были уверены в себе чтобы личные отношения налаживали и достигали своих мечтаний вот как это сделать чтобы они туда выходить но чтобы они на соревнованиях выиграли нужно чтобы они владели телом совершенстве понимали ну там очевидно вот главное чтобы они выше на канал а там же я рассказываю что если человек боксом занимается например как во время тренировки снимать лишние зажатости чтобы был активный и реактивный чтобы было с инерцией чтобы был уверенный я же там все это рассказываю да 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 это я там рассказываю но как нам с тобой изобрести ты же 3 мастер как с тобой изобрести чтобы подростки вышли на наш канал вот это как сделать а там уже все есть там уже все дело там обмен опытом там там и телеграм у нас есть там у нас все есть и на вопросы отвечаем и помогаем готовиться к экзаменами готовиться к соревнованиям мы готовиться к личным помогать подготовки к экзаменам допустим да нужно чтобы ребенок выстроил структуру предмета который это уже там это уже там нам главное чтобы он вышел на канал стал его смотреть вот как сделать как и задавали забрать как рыбу ловят норильский папа подведный лоб на реке енисей хочу чтобы заманить рыбу делают несколько лунок вот одна лун как ниже по течению который ловит рыбу а другая лунка который выше подтечение туда кладут приманку нарезанное мясо и так далее вот течение водой несет манит рыбу и как раз во второй лунке подходит рыба туда как раз так который заманили молодым человеком заманить его то что тебе интересно что тебя интересует да что тебя интересует кто должен ему такой вопрос родители родители или преподаватель или друг старший он говорит я хочу выучить иностранный язык быстро или например он говорит я хочу поехать путешествие но у меня не получается обстоятельства не позволяют ему сказать вот ты хочешь чего-то чтоб ты мог этого добиться посмотри канал метод ключ хасая биво и телеграм метод ключ хасая его или по или посмотри на примере творческой жизненной стратегии творческой личности как выступали творческой личности чтобы достичь своих целей очень масса примеров альшулера ну вот уже сделал альшулер это да но нам надо сейчас чтобы он и альшулера посмотри но главное чтобы он на канал вышел почему потому что пока он будет читать альшулера время уходит а на канале мы даем приемы снятия зажимов и вывод этих блоков сознания и тела даже такие которые за 5 секунд вот он попал ситуацию растерялся не знает как ему быть он может пять секунд сделать какое-то действие микро действия и обрести уверенность а это ему нужно по жизни везде может быть и тогда можете альшулера читать и и заниматься йогой и заниматься медитациями заниматься релаксациями и танцами и плаванием и чем угодно это базовые вещи я сейчас приведу пример значит там где гимназии работаю преподает преподаватель киноэстетики вот третье занятие 4 занятия сегодня это делали упражнение причем со взрослыми занимались я не мог понять я не могу выстроить систему система очень сложно выстроить развести ты не понимаешь ли не то значит что делали сегодня 4 5 класс я озвучил движение значит это упражнение для того чтобы исправить осанку состояние полета готовность к полету и так далее значит ребенок встает на носочки поднимается на носочках при прямо стоит прямо в ученые руки поднимается на носочках причем так ощущение что у тебя отсюда как бы макушку тянет как бы что-то тянет ощущение того что у тебя подъем идет выпрямляется руки при этом так что пошла в долю потом идет на носочках приседания при этом нужно держать равновесие потом идет выпрямление так далее то есть ребята несколько упражнений делает и они ощущают организм свой дальше у него осанка меняется причем организм сам настраивает тот резонанс который который которого ты достигаешь вот за счет вот этих упражнений идет выпрямление организма крылья распрямляются понимаете прекрасное прекрасное упражнение только если он до этого упражнения сделать еще проще просто хлест то у него осанка и выпрямиться потому что он с ними зажим и это упражнение он может сделать еще успешнее о котором ты говоришь ну значит получается так значит контура могут быть разные разные цепочки могут быть я тебе привел примеру из построения цепочки у тебя другие примеры я тебе просто хочу пояснить потому что она же много людей смотрит одну вещь хочу сказать что в методе ключ все упражнения не мной придуманы а то что природа им помогает сделать когда они нервничают когда они зажаты но например когда человек сдает экзамен или на соревнованиях хочет сделать рекорд у него бывает нервная дрожь из этой нервной дрожи делается прием говорится у тебя нервная дрожь потрясись подражи только сильнее это это напряжение это да я снимаю сразу напряжение потому что снимаешь внутреннее противоречие между внешним и внутренним ты снимаешь напряжение между психическим процессом и физикой своего тела снимаешь противоречия то есть решаешь вопрос и у тебя сразу стресс уходит потому что это непридуманные вещи а те которые на пронаблюдали у людей у большинства что они делают когда они решают какие-то вопросы что им тело подсказывает из этого сделаны приемы наборка определенных приемов в зависимости от того собираем человека сейчас я приведу пример от немножко другой проводил занятия по 3 полости 1 светская шестерская школа там у них физкультуры нет помещениями танцы и вот проблема в одном классе нет проблем одинаково девчонок мальчишек в другом больше девчонок в третьем большим парней чем девчонок ну парень с парнем танцевать не будет ну вот как в обнимать куда вот значит я говорю ребят вы не владеете телом я вижу первый раз вы не владеете своим телом вот если бы владели я был кто владеет может показать пожалуйста на танец добра владеть ему покажи два варианта танец добра танец зла они зло отказались они зло отказались так как вы телом не владеете то мы конструируем вы сейчас каждый будет конструировать этот танец добра начиная вот этот берем нет ничего вот летки движение кисти пожалуйста показывать добро теперь у кисти появляется рука теперь появляется другая рука пожалуйста движение движение вот добра вы даете добро вы одаривает окружать не сегодня добро то идет примера две руки один из приемов полы вот русский поклон до земли с полным разворотом я я говорю у тебя родные верующие если бы ну вот вот пожалуйста ты несешь ценности несешь изюминку своего народа ну вот и рисует значит собрали как у каждого получается движение два парня улыбка на лице не улыбка вот он раздают руками как бы раскидывать это и раскидывает это да много там включается когда литва лучше одинаковые движения но отлично город так а теперь у тебя осталось мимика включается мимика значит один делает улыбку другой делает звери на скал и раскидывает ой ребят какое как я вам благодарен вы не хоть не захотели делать танец зла но вы сделали танец вколачивания добра это еще страшнее вот пример когда они собрались конце говорю пожалуйста вот теперь когда вы создали кажется как создал свой танец конструировал теперь можно рисунок делать движение которое вы создали построен любой танцы вот это очень интересно то что ты говоришь потому что у нас есть из приема ключа один такой подход про танцу и свою эмоцию или прорисую свою эмоцию мнимую кисть берешь мнимый холст ставишь и рисуешь свою эмоцию и вот пока ты и рисуешь ты выходишь на такое гармоничное состояние потом садишься пускаешь мыши на самотек и у тебя пушка становится как раз и подтверждение этих слов да я собственно говоря так снимаю у себя зажатость перед рисованием чтобы рисовать свободно чтобы мне подсказывала интуиция где мазок положить а поет душа поет отражено вот в этом это ангел велосипедиста несет благую есть да и мне помогает коллективный разум это наша школа человек больше хомо футурус советы дают советы дают где как поправить кому-то что-то не нравится а я если советы слушаю или одна цель и одна цель а дальше получается реализация этой цели за счет ресурсов каждого да каждый вносит свою лепту твой рисунок да 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 каждый и вот тут интересно дело в том что прорисуй свою эмоцию пропой свою эмоцию протанцую свою эмоцию прокричи свою эмоцию подбери то что тебе подходит и ты когда научаешься подбирать то что с тобой резонирует одному нравится пропеть свою эмоцию а я когда мне было плохо так меня сдавило такое состояние плохое я нашел синхронизацию со своим состоянием знаешь через что у меня даже голос сел тогда я ходил по комнате и выговаривался все что мне в голову приходит причем я выговаривался на очень низком уровне чистота себя выговаривался шепотом потому что у меня сил не было выговариваться громко у меня голос сел я ходил и выговаривался и то что мне в голову придет я жаловался я говорил о том что я чувствую я говорю да что же такое да что же как же мне быть даже зачем же это у меня такая напасть на меня навалилась я так старался это хотел помочь людям у меня такое плохое состояние какая несправедливость что в голову приходила я выговаривал шепотом и вдруг я заметил когда у меня произошло согласование действий с текущим состоянием когда возник вот этот резонанс что я разговариваю именно так тихо как я могу сейчас они заставляют себя говорит громко а я не могу и вот когда произошло вот это соответствие вдруг я заметил что у меня появился голос я стал говорить громче и громче и у меня стало появляться настроение и стала появляться какая-то уверенность и то что у меня было тоже раз исчезла растворилась я вошел сам с собой в резонанс в синхронизацию как бы это назвать в действие минимальным усилием я совершал действие по законам минимального это называется резонанс когда сопротивление равно нулю но но то есть убрал внутри противоречия да или так это еще по трезвовскому языку как это еще можно сказать угол и решил как и сформулировал и решил как творится да решил конфликт да решил конфликт самое интересное родился из этого метод методика по ключу я это советовал у кого горло болит я это советовал кто хочет поставить себе природный голос и люди стали делать они стали на таком уровне сначала выговариваются что голову приходят всякие обиды там сами себе не мне удобно и для себя время минут по 5 по 10 ходит по комнате и начинает причитать бурчать критиковать там говорить все что в голову приходит и потом у них снимаются зажимы снимаются блоки открывается желание жить говорить и петь петь другой голос появляется ты представляешь энергия открывается вот она в чем делать и мне про себя рассказывать про меня точнее у тебя тоже тогда у меня четыре года значит когда родители уходили отец и командир части полиска стала мать библиотеки в клубе работала не всегда по погоде можем могли меня брать перевод потому что там тайпун туда-сюда ну по понятного условия то есть меня оставляли дома дома то страшно домика от японцев оставшиеся шорохи всякие ну вот это шушумы как я ставил табуретку к окну в окно было видно панорама то вот в пабе на боевской части горячий панарит и орал и пел а пел все же по радио грибляна там уже весь репертуар радио я пел когда орешь поешь ты шорохом не слышишь и не страшно страхи уходят вот снятие стресса потом уже когда подрос я уходил сопки и там пел эхо великолепно когда привезли меня в ленинград в ленинграде на улице никто не поет я выходил на набережную когда была но погода когда хозяин собаку на улице не выпустят там никого не было я пел такое удовольствие предоставляла вот это стихия понимаешь раций получаешь ощущаешь удовольствие единение вот совсем эти слышу удивительно до чего все люди по законам природы одинаково устроены куда деваться нас все вышли создал по образу подобный я как творцов по образу он по образу создал насчет подобия не знаю но это сказано знаешь для чего у меня был спор с одним моим товарищем который очень религиозный он говорил по образу это одно понимание подобие это другое понимать на самом деле там фраза сказано по моему пониманию по образу и подобию имеется ввиду подчеркнуть одну и ту же мысль только разными форматами ну конечно по образу и подобие они потому что это две разные вещи а вот он буквоет такое вот он когда читает библию она букву смысл теряется смысл теряется вот по образу подобие это имеется ввиду бога никто не видел но бог предполагается всеми что это создатели поэтому по образу и подобию значит человек творец ну да вот он изобретатель а он тебя пасет да это как раз наше подсознание как раз таки мозг вообще соответствует законам вселенной это вот маленькая да 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 именно так именно так это самые современные психологические философские представления что мозг человека эта модель вселенной в сжатом виде да и причем был причем говорится так некоторыми учеными что вычислительно вашей на большая она много энергии потребляет потому что она там по 01 01 на 10 передача информации идет от оперативной памяти в долгосрочную назад поэтому много энергии потребляет и нагревается если на большая машина мост человека мало энергии потреблять всего ваты какие-то наименее энергозатратный механизм наименее а при этом ни одна машина не может может заменить создавать открытие изобретение тогда там согласование до сейчас природа подобные изобретение в этой области производится на основе чтобы в компьютере тоже работали именно таким образом как синапсы там нейроны мозга они так как раньше создавали 01 01 передачи информации а именно как синапсы потому что там нету таких многосложных ходов мозги там когда нейроны мозга сами все решают уже это удивительная вещь это мозг самая совершенная машина которая позволяет человеку управлять собой то есть своим собственно беру быть так вот если говорить ты хочешь объединить единомышленников значит их можно объединить объединять цель создания мироздания ты в этом мире как как ты являешься частью мира и ты являешься как единицы определенные в то же самое время ты являешься частью организма живого организма который называется общество дальше это владея вот этим причем если хочешь или называй как хочешь не обязательно ключ ты сможешь существовать в этом области получать удовлетворение получать ощущать себя творцом как и быть полезным и себе и окружающим если ты ставишь задачу нести свет в этот мир да то есть ты считаешь если мы скажем вот сейчас в завершении нашей встречи друзья объясняйте подросткам объясняйте детям почему канал метод ключ хасая лива канал где создается школа где происходит человек будущего почему он нужен потому что он поможет вам быстрее разобраться в себе и стать более в этом большом организме который называется общество это называется человечество еще больше природа быть там не просто клеточкой а творящие самодвижущие самоорганизующимся участникам этого большого события большой симфонии и и тогда ты поможешь себе и людям сократиться кризисы и войны на планете и люди научатся снимать шаблоны мышления думать своей головой и меньше поддаваться манипуляциям и у них снимется агрессивность и они будут вместе все создавать лучшее будущее ну вот пожалуйста спасибо тебе да спасибо тебе огромное мишенька я тебя обнимаю пару слов добавлю до 8 не слова ключ и даже стать италия несколько бог так же как и три что здесь нужно еще показать чтобы вовлечь молодежь я сейчас приведу пример из другой оперы когда папа карло решил создать буратино он делал с лесом выбрал полено выбрал инструментов не стамеска топором он делал дальше брал полено так топор так рубил так и потихонечку так порубил одно получилось так порубил другой получил показать чтобы вот инструментарий ключа которые позволяют из полена сделать буратино хорошо хорошо спасибо мишенька да пожалуйста пожалуйста настройся что мы еще должны встречаться ты же обещал найти время и возможность так что мы сейчас выставим это в ю тубе кто не подписан телеграм туда подписывайтесь тоже там идут интересные дискуссии его сейчас мы 1 декабря проводим вебинар насчет того как выйти из раковины эмоции и управлять своим состоянием сознательно решать вопросы которые раньше не могли решиться потому что человек в эмоции не видит ничего вокруг и он с туннельным зрения расширить увидеть шансы на них опереться это очень интересно будет 1 декабря это будет четверг а в какое время 20 часов я тебе пришло приглашение личное потому что я активным участником школы сижу целую ночь посылаю личные приглашения бесплатного входа все там новички и все кто не курсе это платный вебинар а у нас бывает еще бесплатный или без тоже такие же длительные по два-три часа но есть разница есть разница я об этом скажу следующий раз ну те кто участники они об этой разницы это будет 8 или в 9 это 8 что вечера по москве а я тебе пришлю бесплатный ход как активному участнику нашей школы как я рассылаю активным участникам нашей школы поэтому если кто-то хочет бесплатный ход получать на вебинары надо быть активным участником нашей школы писать комменты задавать вопросы участвовать на в мероприятиях и тогда будете тоже бесплатно входить на вебинар до встречи спасибо получил я сейчас внучки буду звонить говорят у тебя право мне надо знать полученный или обязательно я у внучки спрошу у грядки потому что я просто не мог с ней разговаривать потому что мы с разговаривать запись сделать спасибо тебе за колобка спасибо